Военно-профессиональная ориентация молодёжи. Такую цель преследуют организаторы акции «Достойная смена». Силовые ведомства сегодня развернули мобильную выставку на Цветном бульваре. Все желающие тюменцы могут лично оценить последние военные разработки. Не удержалась от любопытства и наш корреспондент Светлана Зорина. Сейчас она на прямой связи со студией. Добрый день. Света, что представлено на выставке и какой, на твой взгляд, самый интересный экспонат? Здравствуй, Игорь. На самом деле здесь очень много интересного. И несмотря на то, что главная целевая аудитория – это дети, много любопытных вещей могут увидеть и взрослые. МЧС пригнали свою пожарную машину, показывают, как она работает. Представители военного комиссариата разбирают и собирают на время автомат Калашникова. Но, пожалуй, самая главная достопримечательность – это кинологический отдел. Так, рядом со мной находится Александр Баянцев, кинолог таможенной службы. Александр, я не буду долго вас мучить вопросами. Давайте сразу покажем, расскажем, что вот ваш боевой товарищ Челси может и что ей приходится делать на службе. Служебная собака по кличке Челси. Основная задача ее – это работа по поиску и обозначению оружия и наркотиков в багаже, в вековом автомобиле, в грузовом транспорте и помещении. Сейчас мы продемонстрируем поиск в багаже. Замечательно, ждем. На самом деле, очень интересно наблюдать за этим процессом. Челси очень сосредоточенно следит за процессом. А вот и сам поиск. Все. Челси сейчас царапает сумку, а это значит, что закладка находится именно здесь. То есть Челси справилась со своим заданием. И вот получает свое, так сказать, свое поощрение, свой приз. Спасибо большое, Александр. Ну, у меня просто после такого выступления нечего добавить. Игорь, а как, тебе понравилось? Спасибо, Светлана. Собаки мне нравились всегда. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Светлана Зорина с Цветного бульвара. Там сегодня стартовала акция «Достойная смена». Продолжение следует...